Девушки отдыхают С Крымского моста Снимала это вчера Часов 7 вечера Между 7 и 8 Погода была солнечная Температура 23 градуса И ветерок Не то что такой сильный Но съемки мешало Вот кстати мы видим 254 опора Последние сваи Здесь 2 или 3 осталось погрузить И вот они Как раз здесь историческое событие С вами заметили Видите они стоят уже почти погружены По моему 2 сваи осталось погрузить А тут видишь Эти немножко еще не добиты До конца Но мы с вами идем Снимаем это со смотровой площадки С колхозной улицы Идем в сторону Тамани И посмотрим Особое внимание уделим опорам Со стороны Тамани Видите здесь вроде она как в лесах стоит Но уже готовят Под ферменники готовы Место для установки скользунов Это прям непосредственно опоры Перед мостом Получается это 251 Вот это 250 Получается Напомним здесь в этом интервале Двигают Спрашивают у меня Двигают со стапеля с 222 опоры По 252 252 опора Это как раз Фарватовная опора На которой покоится Железнодорожная арка Ну вот мы посчитаем Сколько пролетов Уже в этом интервале Двинули И сколько осталось Еще половины Даже нет Получается 222 252 минус 222 30 пролетов Нужно двинуть Там двинули пока Всего 9,5 Опережая события Вы сейчас это все увидите Здесь вот вообще Только Ростверк один Пока готов И начинают Выпуска Видим под колонны Опоры И начинают Вот готовить Опоры сами Ветерок Видите Все равно Барашки на море Здесь вот пока Еще как говорится В зачаточном состоянии Ну осталось Про свай я сказал Там 2-3 забить Осталось погрузить То опор еще Построить нужно 36 штук И все они В разной степени Готовности Там вот Как здесь От 10% До 90% До 95% Готовности Поэтому Такого четкого Понимания нет Сколько готово Ну считаем Готовые опоры Когда уже скользуны стоят Вот на которых Еще не стоят 36 осталось Здесь вот Усиленно и активно Идут работы По Армированию Колон опоры Здесь леса Стоит Но пока Нету еще Ни ригеля Ничего Просто Забетонированы Вот видите Накрыты Брезентовыми тентами Синими Сами опоры Забетонированы Здесь Вот как я и говорил Очень высокая степень Готовности Осталось Установить Только скользуны А так Все готово Здесь Занимаются Ригелем Здесь То же самое Ну уже Вот ставят Синий Вот красненький Там уже Я так думаю Скользуны Уже устанавливаю Вот это Готовый опор Уже видите Вот эти две Готовы И не мудрено Они как раз-то И ждут Своего часа По надвижке Ну а вот Собственно говоря И сами Металлоконструкции Железнодорожного моста Нитка В сторону Крыма Надвинута На один пролет Больше Чем Нитка В сторону Краснодарского края Двигаются Поочередно Одна Потом Вторая Потом На стапелях Идет Сборка Металлоконструкции Ну собственно Здесь вот сейчас На стапеле Места еще нету Поэтому Нужно будет Двинуть Как раз Вот эту нитку Ближнюю К нам По которой Будут поезда Ходить В сторону Краснодара Краснодарского края Здесь Прогресс Так называемая Вертикальная Надвижка Где Напомню вам Собирают На стапеле На земле Металлоконструкции Там 55-65 метров Между опорами Подвозят На самоходных Тележках И двумя Кранами Поднимают Пролеты Три пролета Установлены Уже Видите Это в сторону Крыма Тоже Дороги В сторону Крыма Установлены Три пролета Нитка Так что И здесь Работы Идут Здесь Готовность Уже Очень высокая Смотрите Все пролеты Собраны Скоро Уже Будут Как писали И говорили Со стороны Тамани Укладывать На отдельных Участках Укладывать Рельсо Шпальную Решетку Вот Прошлись Мы Зелененько Все На острове Тузла Ну На автомобиль Мы уже Почти не Обращаем Внимание Уже Привыкли К тому Что По Нем Ездит Машина Туда Сюда Но Я Обратил Внимание Что В сторону Крыма Поток Больший Это Говорит О том Что Сезон Начался И С материковой России Попер Народ Сейчас Мы с вами Посмотрим Арки И подарочное Пространство Поподробнее Есть ли Какие Изменения Что там На них Делается Вот здесь Дорожная Арка Видите Там Работа Идут Тоже Вовсю На самой Арке Вот Вначале Было Видно Четко Оставили Видите Раньше Был Лифт Но он Был Прикреплен К автомобильным Опорам Лифт Для подъема Технического Персонала При запуске При запуске Движения Все Все ли Все ли Нормально Ну Вроде Вроде Все Хорошо И это Радует А мы Плавненько Переходим С вами На гору Метридат И Смотрим Виды Оттуда Здесь Первого Первой Надвижки Со стороны Крыма Ближайший Вот она Она Мы ее Так Четко Не видим Как С других Ракурсов И вот Я вам Показываю Смотрите Внутри Арки Железнодорожной Вагончики Строительные Стоят Много Всего Ветер Сами Видите Тоже Да Развивает Все Там И Народ Занимается Там Хотел Узнать Поподробнее Чем он Там Занимается Если Представится Такая Возможность То Вот Смотрите Видите Поток В Крым Идет А из Крыма Машин Совсем Мало Это Радует Что Люди Поехали Мост Выдержал С честью Испытания Первым Штормом Накануне Был Паромная Переправа Была Закрыта Единственное Что на мосту Сделали Так Это Ограничили Движение До Семидесяти И Некоторые Люди Писали В комментариях Что в этот Момент Ехали По мосту Я спрашивал Как ли ветер Мешал Никто Даже И не Почувствовал Ехали Себе Ехали Единственное Что на Информационных Таблох Снизили скорость Было Ограничение Здесь Здесь Прогресс Прогресс Очевидный Смотрите Сколько Здесь Уже Тоже Надвинули Это Ширма Для Покраски Металлоконструкции В каком-то Из Видео Я предоставил Чертеж Показал В разрезе Металлоконструкции Железнодорожной Железнодорожных Пролетов Напомню Вот Высота Пролета 4 метра 20 сантиметров Это От Низа До Верха До Корыта Где Будет Находиться Рельсошпальная Решетка С вами Идем Дальше Подходим Сейчас К Цементной Слободке Ну Здесь Собирать Будут Видим С вами Традиционным Способом Металлоконструкции Между постоянными Опорами Устанавливаются Временные Опоры И Укропнение И сборка Идет уже Вот как здесь Четко мы видим С постоянных И временных Опор При помощи Сварки Болтовых Соединений Идет Соединение И затем Временные Опоры Убираются И вся Конструкция Устанавливается На постоянные Опоры Заметим Что Расстояние Между Постоянными Опорами От 54 До 64 Метров Здесь Подошли К району Цементная Слободка Спрашивают Некоторые Какие работы Ведутся На самой Цементной Слободке Да и никаких Работ там Не ведется Три Разрушенных Дома Пока стоят И все Ну Видимо Пока руки До них Не доходят Там планы Были Грандиозные Церковь Построить Еще что-то Ну Пока только В планах Может быть И будут Строить А может И не будут Кто знает Вот Наш Знаменитый Забор Из Шумозащитных Экранов Здесь Вустота 6 метров Кто-то Написал Еще один Фазан Убился Об этот Забор Ну Это Как и Ко всем Водителям На дорогу Надо смотреть А не По сторонам Головой Крутить Это И К Фазанам Относится Между Прочим Вот она Цементная Слободка Вот эти Дома Стоят Еще Как после Бомбежки Здесь Вот Видимо На дальнем Плане Формируют Земляное Полотно Под Железнодорожную Магистраль Которая Будет Выходить С Моста За Самой За автомобильной Дорогой Непосредственно Вот там Все это Дело и пойдет Вот Техника Тяжелая техника Работает Экскаватор Перемещает Грунт Вот Собственно Там и Пойдет Пока Лето Тепло Хорошо Можно Работать Во всем Также Пройдет Железная Дорога Рядышком Под Эстакадой Шоссе Героев Сталинграда Потом Немного Будет Уходить Влево Меня спрашивают Надо показывать Там Тоннель Железнодорожной Станции Но Тоннель Работы Там идут В нем Ну Что там Сверху Увидишь Работы Идут Под землей В основном И строительство Тоннелей Там чуть Менее Километра Идет Тоже Полным Ходом Будет Возможность Проникнуть Туда Вовнутрь Обязательно Это Сделаю И покажу Вам Расскажу Технологию Строительства Тоннелей Кстати Скажу Вам Некоторые Говорят Как там Роют Тоннели Нет Запомните Тоннели Как и Мосты Строят Роют Только Могилы Это Так На Будущее А то Многие Говорят Тоннели Роют Тоннели Строят Еще раз Повторюсь Ну Мы С вами Посмотрим Истакаду Шоссе Героя Сталинграда Интенсивное Движение Утром Я показывал Скоптеры Там Было У меня Снято Что Вот Ставят Направляющие Под шумозащитные Экраны Ну Доделывают То Что Не доделали Перед Открытием На этом Разрешите Закончить Мне Свой Очередной Репортаж Кому Понравилось Видео Ставим Лайки И Подписываемся На Канал Кому Не Понравилось Сделаем То же Самое До Новых Встреч Друзья Всего Вам Самого Наилучшего Сделаем Немного Сделаем 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 Сделаем